что-то распределение у меня спрашивали какая программа, когда я в университетах вел занятия в школах я говорю, одно занятие у меня вот трехтомник мы переходим с одного темы на другую, по порядку знать весь Новый Завет из Ветхого Завета песня песней и противосектантские и ответ на все вопросы а вот день как ну тут зависит от того работаешь ты или не работаешь поэтому, какой у меня распорядок был раньше и сейчас я на работе-то нигде не чистюсь но вставать в одно время, это абсолютно праздник, не праздник в 4.40 а так как уже в 5 у нас которые рядом живут, общая молитва да и только рядом и дальше кто здесь то молитву надо тут уже, говорится, подготовиться приготовлю книги что считать придется вот мы считали считали с Владимиром, моим братом тут живем какие он считает псалтырь молитвы где нас там так распределен а туда переехал не всегда это удается у него, видимо, пасхальных нету а днем какие главные занятия если главное, оно временно делается помаленьку ущипываешь от этого вот сейчас трехтомником две сестры они сейчас вот Ирина Кондратюк вот там Ксения Юрова они по одному тому просматривают находят где ей превратить в ее надо где-то бывает что-то запятой нету работают подготавливаемся и узнаем где можно виздать дешевле потому что цены абсолютно неподъемные речь идет не о рублях а о миллионах на тысячу экземпляров всего только издать и то почти два миллиона это никак нет и поэтому надо искать где может будет какая бумага остальное время я вот сижу здесь вопросы ответы беседую захожу ща от рулетки определенно вот этого до этого такого у меня нету а почему обстановка показывает вот сейчас раз говорят там кто-то приехал я их выхожу встречаю я один сейчас здесь в комнате нахожусь сегодня должен батюшка приехать где-то и вот сейчас я же не знал что Вячеслав такой большой вопрос возьмет мое пребывание в Москве встреча с Зоей Крахмальниковой это большой материал он был аудио записанный потом его перевели в ворд из ворда сейчас снова в аудио вот так вставать в одно время ложиться как обстановка позволяет все готовить вот у меня надо подготовить на улице три кошки беспризорные кормлю каждый день сколько могу и дома две вот когда назначается куда-то идти в какие-то организации Львов Николай она меня под руку идет идем туда ну вот какие-то там вопросы решают я глухонемой как бы я плохо слышу я вообще не участвую она все говорит а у меня есть и документ что я не слышу я в краевой больнице был и там это нарисовали график как слышимость повреждение механическое да еще мало ли еще было а вот так чтобы от и до никак бывают гости значит сразу меняются надо куда-то проехать помаленьку готовимся потеряем и Володя-то уехал я один вот так что ответить на этот вопрос чтобы его подражать как распорядок нет такого у меня никогда не было чтобы распорядок а я не могу нет я легко уступаю ну вот сейчас молитва если человек может здесь он участвует в молитве а если он уезжает надо провожать и в это время молитвы я никуда не денусь молитва останется при мне я могу каждую ночь хоть немного на 100 поклонных встать один но проводить надо бывает что-то надо достать отправить надо смотреть что чему подчиняется суббота да субботу нельзя нарушать у соседей это у евреев было а тут попадает на субботу ничего нельзя сделать а попадает восьмой день как ребенок родился его надо обрезывать нужны дрова разогреть воду все что требуется и поэтому обрезание было выше субботы обрезание раз в жизни делается а суббота пятьдесят там шесть раз в году ну и умножить на десять лет на двадцать или тридцать сколько там вот так так и в этой жизни приходится тоже смотреть вот вчера этот хулиган-то лес там ну назарет там он называет назарет и проще это ну безбожник буйно одержимый а там еще два таких тут их всех выявили ну и надо посоветоваться что делать поэтому я отвлекаюсь от основного и каждый день события дня у меня один ролик идет каждый день события дня какие разговоры были что писали утром есть я все перетаскиваю и в течение года получается семь тысяч страниц семь тысяч такие беседы были что у меня все фиксируется абсолютно все вот так вот теперь что делать сейчас надо думать как приедем туда прорвало Симаковский эти проели один сейчас говорит вы меня только позовите я вам с бобрами расправлюсь и съем их все они вкусные ну может смеется какой-нибудь я уж обращался рыбнодзор охота там чтобы приехали помогли вроде бы кто-то приезжал а они еще больше нагрызли и березу свалили все березки которые стояли все вычистили по счастую не знаю чего делать и три пруда полностью истощили а дыры такие человек лезет туда пролезешь ну вода поднялась рванула и все так столько труда в прошлом году было Николай знает и пруд опростался придется опять нанимать бульдозер ну и все другое там было бы много если отработки тогда бы там пока сделала первый слой глины а дальше бы промазал и все он бы не стал трогать ну где его столько наберешься вот обижает нас бобры все все вопросов нет а спаси христос говорю аллилуйя во славу боже ну отхожу тогда сбоку боже боже боже